Тему Азербайджанской премьер-лиги мы обсудим с футболистом Нефчи Мирабдуллой Абасовым. Здравствуйте, Мирабдулла. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо за приглашение. Как оцените победу Надзиря? Мне кажется, это был очень хороший матч с Релищной для болельщиков. Как футболист Нефчи я могу сказать, что это, можно сказать, была одна из самых лучших игр в этом сезоне наша, если даже не самая лучшая. Что с точки зрения игры, что с точки зрения результата, все получилось очень хорошо, как вот наш главный тренер сразу после игры на пресс-конференции сказал. Ребята двигались на поле как один целый механизм, и в итоге получилось так, что получилась зрелищная победа. Можно ли сказать, что два разных тайма были, все-таки в первом не удавалось отличиться? Мне кажется, и в первом тайме команда играла хорошо, были голевые моменты, просто если брать в сравнении два тайма, то, наверное, скорее во втором тайме больше повезло, что начали залетать моменты и голы. А в первом тайме было очень много моментов, когда вратарь спасал. Какое сейчас настроение в команде после победы? Все-таки зря на третьем месте шел и оторвались. Настроение хорошее, не только из того, что они были на третьем месте. Вы знаете, с этой командой у нас получались сложные игры, и в трех играх чемпионата до этого мы не могли выиграть еще две кубковые игры. И настроение очень хорошее, потому что получилось собраться, выйти и наконец-таки победить этого соперника. Можно ли сказать, что после стольких проведенных матчей против зря в этом сезоне, уже этот матч было легче готовиться, уже лучше знали соперника? Конечно, знали лучше, но предыдущие игры добавляли больше ответственности, чтобы мы подошли более ответственно к этой игре. Мы понимаем, что если мы хотим стать чемпионами, в каждой следующей игре мы должны набирать максимальное количество очков. Наверное, с этой точки зрения только ответственности больше было. А вот как оцените шансы команды на чемпионство? И вот в последнем туре играете с Карабахом, уже мысленно готовьтесь к этой игре? Хоть и осталось не так много игр, пять игр, мне кажется, говорить о чемпионстве, конечно, команда хочет стать чемпионами, мы хотим. Но мы будем готовиться отдельно к каждой игре и пытаться выжать максимум с каждой игрой. А это футбол, это предсказать как-то невозможно. Ну вот недавно в команду пришел Кейсуки Хонда, известный футболист, в свое время поигравший в Милане, итальянском. Как он освоился за это время? Мне кажется, не только мне, но и зрителям видно, что это довольно-таки классный футболист. Мне кажется, он добавил сил нашей команде, очень полезный футболист для нашей команды. Лично мне очень удобно с ним играть, он очень хорошо видит поле, в последней игре он мне отдал очень хороший пас. Я вышел, правда, не забил, но забил товарищ по команде, так что много создает моментов опасных. Мне кажется, очень полезный футболист для нашей команды. То есть взаимодействовать с таким игроком сразу удавалось? И у него процесс адаптации прошел быстро? Может быть, из-за того, что он видел много и много команд, он очень быстро освоился, и, мне кажется, показывает очень хороший футбол. Ну вот если про вашу карьеру лично поговорить, Мир Абдулла, как вы пришли в футбол? В футбол я пришел, можно сказать, случайно. В то время ходил мой брат на футбол, была старая база Невчи на Инглабе. Он ходил, тренировался там, а я как-то один раз с папой просто поехал смотреть тренировку. И вот в тот же день я настоял на том, что я хочу тоже тренироваться, и в тот же день решил тренироваться. И после этого как-то мы начали ходить вместе с братом. Потом начали создаваться детские команды в клубы в премьер-лиге, и мы перешли в Интер. В то время Шафа, сначала был клуб Шафа, мы сначала в Шафа перешли, потом, когда стал Интер, я уже перешел в Невчи, и с того времени был в Невчи. Ну, Шафа это был такой своеобразный костяк юношеской сборной тогда. Ну, мы были маленькие, мне было лет 7, наверное, в то время. Брат чуть постарше, 9, так что... Сейчас ваш брат выступает в Сабаиле, следите за его игрой, контактируйте, обсуждайте. По возможности следим, конечно, у нас просто бывает так, что когда они играют, у нас начинается там разминка, мы выходим на игру, но по возможности, когда не совпадает день игры, конечно, смотрим друг друга, поддерживаем, там, перед игрой созваниваемся или пишем друг друга, желаем удачи. Ну, вот хочется спросить у вас, вы когда завиваете голы, у вас есть своеобразный жест, что этот жест означает? Этот жест, это маленький символ, относящийся меня и моей супруге с первых дней нашего знакомства, и с момента знакомства с ней каждый свой гол я посвящаю любимой. Вот вы следите за миром футболом, кто ваш кумир, за кого игрой вы больше следите сейчас? Если честно, раньше был кумиром Рональдо, но кумир это тот, которого ты равняешься, как мне кажется, такого нет. Мне кажется, у нас даже стили игры разные, так что я не могу под него равняться в целом. Ну, как футболиста, люблю его, любил всегда, но сказать, что кумир, не думаю, что это будет правильная формулировка. Если поговорить о сборной команде, ну, вот сейчас стартовал отборочный турнир, чемпионат мира, как оцените шансы команды? Все-таки были трудные матчи против Сербии? Мне кажется, да, во-первых, очень серьезные соперники в нашей подгруппе. И, ну, первые игры сборной показали, что против этих соперников можно играть, можно их побеждать. И я верю, что наша сборная покажет хороший результат в отборочном цикле. Дай бог. Ну, и в завершение хотелось бы узнать ваши ближайшие цели, задачи, которые ставите перед собой сейчас, на данный момент. Ближайшие цели – это развиваться, становиться лучше. Каждый футболист, я думаю, знает, что нет предела. Нужно становиться все лучше и лучше, закрепляться в основном составе команды, в которой я на данный момент играю, попадать в сборную периодически и закрепляться там. Ну, для этого надо работать, много работать. И я думаю, что буду работать в этом направлении. Ну, что, спасибо большое. Удачи вам в этом направлении и побольше забитых мячей, чтобы вы радовали болеть. Спасибо вам за то, что пригласили. Спасибо. Напомню, что нашим сегодняшним гостем в студии был футболист Невчимир Абдулла Аббасов.